Субтитры создавал DimaTorzok Достаточно. Но если говорить о регуляторке в двух словах, то в первую очередь надо сказать, что на данный момент за те пять лет, что существует регуляторная гильотина, несмотря на ее устрашающее название, она стала основной площадкой, где на паритетных началах и регулятор, в лице любого регулятора ФАИВа и бизнес, они находятся практически на одном уровне весов при взаимодействии и в диалоге, что не всегда, надо честно сказать, я сейчас не про Роспотребнадзор, а вообще в принципе про регулятор, не всегда комфортный регулятор. Регулятор за 20 лет совместной жизни на российском рынке привык к тому, что он все-таки диктует, бизнес этому подчиняется. И бизнес к этому тоже привык. И говоря об инициативах, в основном чаще всего бизнес реагирует в качестве инициативы на регуляторку, неважно там на этой площадке, на другой, в формате уже таком реактивном. То есть регулятор что-то придумал, что-то внедрил, бизнес осознал, что не все совпадает в рамках правоприменительной практики и с горящими, будем говорить, глазами, начинает метаться и пытаться что-то видоизменить. Надо отдать должное в том числе этой площадке регуляторки, если брать прям такими отдельными мыслями, они сегодня у меня вряд ли сойдутся в единую конструкцию красивую, как у всех остальных спикеров. Мы где-то, по-моему, в 2020 году, вот в 2019 начиналась регуляторка, в 2020 году мы совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом, бизнес-сообществом, это правда была совокупная работа, сделали вот эти правила продажи товаров, которые частично внедрили все то, что было в советское, ну и слава богу многое российское, там появились уже небольшое ответвление по маркетплейсам и так далее, да, чего не было в предыдущих правилах продажи. И было тяжело работать маркетплейсом по дистанционке вот предыдущего варианта. За последние несколько лет очень многое, что прошло через нас, понятно, по маркировке, да, это то, что касаемо частично темы недобросовестных практик и всего остального. И я знаю, что есть инициатива со стороны бизнеса продолжать эту маркировку, например, в области цифровых вещей, там, это всякие ноутбуки, мобильные телефоны и все остальное, гаджеты, да, где основной контрафакт у нас существует. Вот, у нас, понятно, через нас прошла статья 16 и вот сейчас буквально неделю назад к нам пришло небольшое уточнение, как я понимаю, по инициативе генпрокуратуры, да, которую сейчас вот Наталья как раз прислала на регуляторную гильотину, на следующей неделе мы будем рассматривать. То есть эта работа идет. Ну, так, совсем глобальненько. То оно, как мне кажется, такое вот такое, по моему скромному мнению, оно построено было по принципу, что производитель и продавец находятся на территории Российской Федерации, ну, или представитель производителя. То есть все то, что может потребитель добраться руками до продавца, не может почему-то добраться до продавца, может добраться до производителя, да, получить от него там гарантийный ремонт, замену товара, еще что-то, это было все, ну, может быть, не всегда просто, но, по крайней мере, возможно. Да, сейчас ситуация изменилась. У нас достаточно большое количество производителей ушло. Я вот расскажу сейчас о своей личной боли. У меня есть товар-холодильник от конкретной фирмы, который ушел. Вот уже 55 дней я никак не могу получить гарантийный ремонт этого несчастного холодильника. То есть я сама, как сапожник без сапог, я знаю это законодательство наизусть, но справиться с этой задачей, как потребитель, я оказалась в меньшинстве и в слабой позиции. То есть понятно, что я знаю, как нужно там писать претензию в суд, но это не меняет ситуацию, что у меня холодильник сломан. Ну, то есть это вот об этом, да, речь. Вот. Так вот, сейчас у нас понятное дело, что в рамках параллельного импорта, с учетом того, что мы понимаем, что большое количество производителей ушло, товар в некоторой степени вымылся. У нас начинает появляться этот товар через разные страны, дружественные в первую очередь. Да, и оно выливается в первую очередь на маркетплейсы. Вот. У маркетплейсов, как не являющихся продавцами и производителями товара, есть ограниченный круг ответственности и обязательств и всего остального, что они должны сделать, там, перепроверить, создать некую карточку продавца, еще что-то. Но эти обязательства достаточно ограничены. Вот. И вот есть сейчас я прям на первом ряду сидит Артем Соколов, который президент АКИТО, который совместно с Роспотребнадзором в тесной связке, да, работает на то, чтобы вымывать этот контрафакт, доносить эту информацию, в том числе до Роспотребнадзора, проводить хотя бы какие-то контрольно-надзорные вот эти мероприятия для того, чтобы справляться. Это касается не только БАДов, потому что, ну, такая тема была очень актуальная последние два года, да, мы понимаем, что тема БАДов, которые, ну, я не знаю, я просто, честно говоря, ни разу ими не пользовалась, не покупала, но люди как бы со стороны рассказывают, что понять, что из-за этого можно использовать на себе без ущерба для здоровья, а что не очень желательно, ну, очень непростая задачка для любого потребителя, который не читает на китайском языке. Вот, в связи с этим, вот, понятное дело, что эта работа должна вестись, и эта работа, как раз, если говорить об инициативах, скорее незаконодательная, то есть у нас в общем законы-то все есть, у нас есть законы по контрафакту, они там, в том числе, вплоть до уголовной ответственности, да, и так далее, там подобное. Но чтобы защитить потребителя, может быть, не нужно что-то довносить новое, нужно попробовать построить механизм, да, инструмент, который был бы действенный с учетом сейчас наших мораториев, там, ограничений, которые существуют, которые бы позволяли взять маркетплейс как некий, ну, не знаю, аналитический, такое аналитическое бюро, которое может предоставить всю информацию о продавце, там, о внутрянке, его обо всем, и сказать, ребят, вот здесь по индикаторам риска мы точно понимаем, что вот эти продавцы, по всей видимости, недобросовестны. Давайте их проверим. Может, маркетплейсы это сделать не могут ни своими ручками, ни вот могут только чужими вот надзорно-контрольными функциями. Вот эта вещь, она как бы очень важна, она очень действительно нужна. И я знаю точно, вот Артем на своей сессии, вот буквально, которая закончилась недавно, он об этом как раз в том числе говорил. Я полностью с этим согласна. Вот, что касаемо 16-й статьи, вот тоже интересная штука. Туда мы внедрили, ну, благодаря, да, работе Натальи и вашей команде, все остальное, все те недобросовестные условия, которые мешали людям, которые мешали, ну, которые постоянно как бы индикаторами красными, да, появлялись и так далее. Вот пример из моей, там, предыдущий, последний пример, потом передам слово, что называется. Пример из моей предыдущей жизни. Я когда-то работала руководителем правового департамента автомобильного дилера, да. И я знаю, каково было компаниям, когда это был ковид, когда было все перекрытое, когда ковид закончился, компании решили воспользоваться шансом, и это было практически все, да, все автомобильные дилеры на тот момент. Вот, о том, о чем рассказывала Наталья, да, когда это навязывание услуг и все остальное. Ну, вот интересный аспект. Они все равно потом подстроились. Вот сейчас, на данный момент, вы приходите, ну, так, очень, если утрированно, вы приходите покупать автомобиль, и вам говорят, автомобиль стоит миллион рублей, вы можете его купить за миллион. А хотите скидку 200 тысяч, но за эти 200 тысяч, кстати, не больше, вот ровно на сумму скидки, вы получите доп. по услуге, там, не знаю, страхование, еще что-то, еще что-то. По идее, вот это такой правовой вопрос, на самом деле, теоретический, является ли это навязыванием услуг, я имею в виду сейчас не только про автомобильный бизнес, а вообще глобально, по одной простой причине. Потому что, во-первых, у потребителя есть альтернатива, да, ну, то есть он либо может купить автомобиль за ту сумму, которая стоит в оферсе изначально, то есть ничто не мешает, и вроде как ему ни в чем не отказывают. Может купить ровно на ту же сумму меньше и доплатить эту сумму для того, чтобы получить доп. услуги. Я бы как потребитель согласилась на второй вариант, вроде платишь то же самое, получаешь больше, ну, по ощущениям. Может быть, там есть подвох какой-то, но тоже нужно вчитываться, как правильно сказал господин Юрий Воронин, простите, я не запомнила ваше отчество, я так, Викторович, вот, спасибо, вот, то это нужно вчитываться заранее, понятное дело, да, вот. Вот, мы же этого не любим, а сейчас еще поколение новое появилось, которое читает, ну, у них это, как я называю, у желтой канарейки. 15 секунд внимания, вот он первые три строчки прочитал, дальше устал, дальше устал. Мы последние мастодонты, которые дочитывают до конца, вот, дальше как-то знания же надо передавать будет, вот. Ну, как итог всего моего очень странного спича, вот, тема контрафакта, это то, что, как мне кажется, вот одна из интереснейших тем, актуальнейших, которые сейчас волнуют всех. Потому что исследования, которые делают тоже, в том числе и МГУ, например, показывают, какое большое количество и молодежи, и среднего поколения переходит на покупки онлайна, да, сейчас, ну, мы понимаем, что эта сфера, она, может быть, не должна урегулироваться дополнительно, но, по крайней мере, там должна быть совместная работа и совместная взаимопомощь. Субтитры создавал DimaTorzok